Еу Гор. Большое спасибо за донат. С текстом «Вспомним бессмертную классику». Ля какая принца. Ох, хлеборезка пошла. Лили Роял. Что скажешь про этот... Это твэнг? Или это все-таки головной звук? Грудной микс? Или что это? Как называется этот чудесный вокальный прием? Это, знаете, вот объединили как бы фабрику по производству хлеба и конвейер, который очищает рыбу. Вот. И при этом говорящих рыб, которые люто верещат, когда с них чешую снимают. Помните? Я рыбу по призванию пила! И что-то там на нее попадется! То есть идет типа... То есть там хлеб с рыбой. под этим... Ищи с вербинатором. Рыба упала в пропасть. Да я просто от балды терминов понакидал, которых я плохо разбираюсь, на самом деле. Потому что, мне кажется, в данном случае терминология сильно не важна. Я думаю, да, тут гнесинка обязательно закончена. Хорошо замаскированная подмиг с вальцами. Ну, в принципе, ты правильными терминами описала все правильно. Лучше, чем варшавский. Ну, в этой песне, да. Кстати, в этой песне это не худшая запись. Но в целом, как бы, Уда Дирек Шнайдер это... Возможно, один из худших вокалистов в мировой, типа, именно, рок-сцене. Так действительно, всемирно как-то известен. Библейская история. Слава Богу, ты верующий человек. Амень, брат. Ну, да, да. Может быть, варшавский, кстати, как раз он настолько верующий, что его Господь уберегает от того, чтобы он научился нормально музыку играть. Это же все потому, что от дьявола. Вот, поэтому он... Называется словом верещать. Ну, да, да. Вот есть русское слово верещать. Помните, когда Жириновский инициативу возил, типа, Че у нас? Одни иностранные слова! Блин, типа, Жириновский предлагал заменить слова. Я хочу найти, какие-то на какие слова Жириновского. У него очень многие идеи, кстати, прям хорошие были, без шуток. Ну, он где-то, где-то он рофлит, а где-то нормально говорит. Типа, вот, зачем понос называть диареей, например, действительно? Бутик, есть лавка слова. Ну, блин, вот, то есть, это, я не знаю, какие-то рофлы, типа, видимо, что хирург-резач, там, еще что-то. Говорон-писак. Не, какие-то были нормальные слова прямо. Я помню, какой-то видосик с ним смотрел. Блин, словарь Жириновского. Ну, то есть, когда говорят вместо повод к войне, говорят казус белли, например. По центральному телевидению. Нахера? Зачем говорить дилер, когда есть посредник? Зачем перформанс, если есть представление? Какой-то еще словарь. То есть, я со многими вот этими штуками согласен. Да, десант-высадка. То есть, ну, как бы, это... Может быть, наоборот, если мы хотим, чтобы у нас язык был более понятен иностранцам, и чтобы им было легче изучать. Не, ну, пусть они, если хотят, они запоминают, допустим, вместо слова беседа, пусть запомнят диалог. И, как бы, хорошо знать и то, и другое. Но, в целом... Я говорю, да, очень много каких-то прям тупых англицизмов. То есть, я стараюсь все-таки тоже, ну, прям излишне этого избегать. Я люблю иногда что-то вставить в себе фразу, типа, когда удобно это сказать. Или когда просто, ну, почему-то мне так привычно. То есть, я, например, говорю... Вместо более чем я говорю просто овер, типа, иногда. То есть, овер моего стрима кто-то смотрит другой. Это может тоже немножко странно звучить, но... Ну, не знаю, почему-то мне так кажется прикольным. Но, в целом, я даже местами скорее за то, чтобы использовать именно не какие-то кринжовые англицизмы, а какие-нибудь наши чудесные православные русские позорные слова.